Всем еще раз прекрасного дня желаем мы. Начинаем мы сегодня день с гимнастики. И не просто с гимнастики, а с тибетской. Екатерина, присоединяйтесь к нам. С Еленой Круглих вы уже прекрасно знакомы. Йога-инструктор, здравствуйте. Здравствуйте. Мой любимый йога-инструктор. Тибетская гимнастика. Чем она отличается от обычной, привычной гимнастики? Эту гимнастику называют по-разному. И тибетской, и гормональной, и лимфодренажной, и омолаживающей. Она имеет такие свойства, как разогнать лимфу по организму. Зачем это нужно? Чтобы не было застойных процессов, воспалительных процессов. И самое главное, чтобы не было целлюлита. Ну, для нас самое главное, для девочек. Я, пожалуй, присяду сейчас и понаблюдаю, что же будет. Начинаем. Ноги у нас стоят, как всегда, по ширине таза. И здесь нам не обязательно, как раз-таки, вот единственная, наверное, гимнастика, где нам не надо тянуть лопатки, втягивать живот. Мы должны быть максимально, да, расслаблены. Мягкие кисти и начинаем простукивание с головы, прям от бровей. И вот таким образом... Подушечками, пальцами, да? Да, вот-вот-вот, прям вот так, да. Простукиваем к затылку, к вискам, к ушкам. Хороший способ проснуться утром. Да, 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 да. И вот таким образом пять раз повторяем вот это. Потом берем ушки и растираем их. Это всегда человек сам себе должен делать? Или может друг друг? Может. Муж пока спит, раз в ушки, растираем, растираем. И ушки тоже, примерно пять таких растираний. Следующий этап у нас, мы прохлапывать начинаем с шею, плечи, лопатки, докуда дотягивается рука. Хлопки легкие, но такие чувствительные, чтобы кожа слегка покраснела. Там, где у нас суставы, ладошку мы делаем лодочкой. То есть вот, когда мы будем на суставы попадать. И вот таким образом растут его. Кто вчера ел ладошку? Кто вчера ел ладошку? Кто вчера ел ладошку? Да, 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 да. Это не по плечам надобить с такими словами. И следующая сторона. И точно так же каждую зону три-пять раз. Следующее, что мы делаем, мы простукиваем грудную клетку. Но не просто простукиваем, а на выдохе говорим звук А. То есть А вот так выдыхаем долго и стукаем, вот как тарзан практически. Так, вдох. Следующее, мы простукиваем сбоку наши ребрышки. И точно так же на выдохе говорим А. Это нужно для того, чтобы вот как половик выхлапывают, из него пыль выходит. Так же мы простукиваем, у нас из легких выходит мокрота, всякая пыль, все, что нам не нужно. Все, что мы надышали красноярским небом. Веник не стикает, а начнет выходить пыль. И теперь задняя поверхность легких точно так же. Вдох. Конечно, посильнее, посильнее. Отлично. Теперь прохлапываем руки. Каждую руку мы тоже должны прохлопать от трех до пяти раз. Тоже сверху вниз идем? По внешней стороне сверху вниз, по внутренней, вверх, соответственно. И также у нас где суставы. Там лодочка. Здесь, соответственно, отдыхала тоже не нужна. Здесь мы комфортно дышим, так как нам приятно спокойно. Ну и вот так же. И вторую руку. Мне нравится прям так, понимаешь? Забавно. И вот просыпаемся таким образом. Да, кстати, еще бонусом идет тонус кожи. А мягкие ткани мы прохлапываем очень мягко, ладошки, лодочкой. И просто создаем такую вибрацию. Это нужно для чего? Пока мы прохлапываем, у нас создаются вибрации, и все внутренние органы, они тоже очищаются. То есть все, что в кишечнике накопилось, в желчной протоке, они активируются. И так же сзади. Елена, как это получается? Мы же с одной стороны, как бы, такое очень легкое воздействие оказываем на организм, а польза, о которой говорят обычно, она глобальная, что заболевания уходят у человека. Да, потом, ну вот опять же, лимфа, лимфозастой, это воспалительный процесс, это все стоит в организме абсолютно, ну как, ну как болото становится. А здесь вот, а, и вот эта гимнастика, она равноценна, ну, 30 минутам бега. Хорошая гимнастика. Здесь начинаем простукивать вот тазобедренный встав, и так же вниз опускаемся. Марафон, представляете, такой, все ломанулись, бегут куда-то. А, то есть один, вот как Катя стоит, и годится пропопано, которую насильно. Что-то знает. И с другой стороны. Правда, что здесь очень много зависит от регулярности. Если один день пропущен, все, не быть монахом. Есть такое, есть такое, но на самом деле их сейчас очень много интерпретаций. Вот, мы простукали, теперь ложимся на коврик. Так. И в интернете почему-то эта гимнастика очень разделена сейчас на части, как разные какие-то вещи. То, что мы сейчас будем делать в интернете, называется японская тряска. Но это все один и тот же комплекс. Ложимся. Тряска мне уже нравится. Вот, и таким образом мы трясемся одну минуту. И увеличиваем до трех-пяти минут ежедневно. Ничего необычного рядом со мной сейчас не происходит. Да. Абсолютно нормальный вторник. Это, кстати, профилактика варикоза. Отлично. И так вот мы трясемся от минуты до трех. Теперь вытягиваем ноги. Ипонская тряска. Пальцы ног на себя. Руки упор ладошками в пол. Подбородок груди. И ноги поднимаем вверх. Вверх. И держим примерно 10 секунд. И опять же пальчики тянем все это время на себя. Да. Мы разогнали лимфу. И теперь мы растягиваем все свои сосуды. Все, чтобы она хорошо прошла. Угу. Опускаем. Расслабляемся. И таких три подхода. Следующее. Вот вроде бы ничего мы сверхъестественного не делаем. Мы тоже прям чувствуешь, как шевелится организм. Теперь растягиваем переднюю поверхность тела. Руки в упор. На поясницу. В йоге это называется асана верблюд. Плечи назад. Грудной отдел вверх. И максимально прогибаемся. Мы тянемся затылком вниз. Затылок. Или как бы назад идет. Прямо голову не заворачиваем. Ну вот вытяжение. А грудная клетка вверх тянется. Вот таким образом. Лен, нам сейчас нужно уже будет заканчивать. Есть ли еще какое-то короткое упражнение, чем обычно финишируем? Финишируем. Да, как раз вот прям вот последнее. Мы встаем и вот такое вот. И тоже. Есть название вот у этого? Стол. А, стол, точно. Кать, подожди, я накрою. И все, садимся в бабочку. И улыбаемся новому дню. Лена, спасибо вам огромное за секреты. Я вот прям так это могу назвать, потому что что-то мы сделали очень простое, но очень полезное. Кать, а вот попробуй дома еще сделать такое, например, завтра или послезавтра. И вообще желательно каждый день. Потому что сейчас у тебя ушло на это, ну, буквально пять минут. А эффект уже есть. Есть пять минут у вас по утрам свободных? Вот освободите и попробуйте. У нас в гостях была Елена Круглик, фитнес-тренер и йога-инструктор. Смотрите сайты Елены и упражнения в нашей программе «Каждый вторник». Уху!